всем привет или как-то начинаешь когда в машине всем привет когда везде я так начинаю да мы сегодня машине поездим по делам коля предложил нам на наши телефоны сделать ей sim я особо не знаю что такое или что-то там сказал и нам выдали карточки я не думал что у нас будет карточка я думал это просто как бы регистрируется вот такая карточка электронная симка слот для сим-карты будет свободно здорово можно из телефона сделать двухсимочный телефон за айфона одна будет физическая мы пришли сделали все так быстро у нас получилось но ты сомневалась я думала мы тут будем долго я думала не сделают кто-то хотел посмотреть наш город вот мы сейчас на улице пирогова пирогово пирогово городская библиотека тут у нас я тоже его только-только сделали и вот так нет сезли ремонт сделали в ней ну ремонт до сделали недавно обычный город серенький серенький все серенько что-то там дома серенькие асфальт серенькие травка зеленая на удивление еще а снег растаял водитель мой поехали в батон у меня в очках знаешь все такое четкое вообще мне вообще кажется но я когда только начинала водить в очках как будто в компьютерной игре ну ты сидишь и все такое четкое все так далеко жизнь это по-другому как будто ты реально в игре сейчас привыкаю коля ведь я живу в очка ладно поехали в батон до батон вот он тут рядом вот туда поехали ко входу да вот на эту парковку а тут сплошная ну и фиг с ней ну это просто забыли заказ поехали на сухое место вставать сухое это значит парковочная за место полосы все вот батон это кстати единственный батон где пшеница нарисована да это просто новый батон да ну смысле у нас нет таких разукрашенных вам прям снаружи такой красавица вон батон да и сумма притом иринка забыла завести машину включила р и говорит а чё да не едет ну знаешь если я расскажу чё ты забывал ты заводить забывал с ручника так вообще никогда не снимали а вчера учил меня парковаться к администрации подъехали он говорит смотри я поставлю две бутылки кстати еще с краснодарского края у нас в багажнике валяются такие полупустые от воды а где тебя поставлю ты пробуй заехать там узко поставил я там что-то заезжала вперед назад крутилась он говорит смотрите она учу такой едет уверенно и прям проехал по этой бутылки прям распластала их просто смятку я такая ну чё а чё раздавил до капец бутылки как бы да ну ничего еще раз делаю 10 раз сделать неправильно но один раз правильно этим хвалиться на я один раз делаю неправильно и буду себя винить 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 зря ну да вот у меня больше очень сосредотачиваюсь на неудачах а ты не так что не надо тут мне рассказывать про мою оплошность и так вот так вот выглядят батон и они похожи на светофоры батон и магазины все лежит в коробочках вот так же они скакал нашла без сахара у купить тогда две такие скале очень сильные две купить так две мало да по какой-то свободности если не долго хранятся то можно много купить до февраля 23-го нормально возьми 4 так рисовые конфеты много-много рисовых конфет соки водка шампанское вино пиво много пива и много вина с ну и вот так вот у нас выглядит типа вот реально похоже на светофор все лежит в коробках ты сказал что мы приехали за семечками да мы приехали за семечками семечки тут крупные а нам нужно мелкие очень крупные больше чем синичка а ты классические не будешь для нас брать как это может рук не хватать вроде 2 вроде на месте ладно мы хотели съездить на набереждах но погода испортилась и у нас отрубились телефоны отрубились у нас телефоны симки не работают полностью короче и надо ехать уже третий раз не можем съездить на набережда и плюс начался дождь со снегом короче все весело уже третий раз пытаются кстати ты видела я преподаватель 3 нет по семейной психологии это у нас улица набережная здесь бежит река маклаковка очень мелкая до вот весна только набирать это вот тут училась и ринка православной гимназии сейчас она расширилась у нее уже два корпуса еще кирпичные выдали вам в 4 из 4 школа по моему не из 4 4 это там стоит на маклопорке из 3 тут у нас частный сектор многоэтажками даже ну нету короче многоэтажек вообще это это название зале 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 зал прощание да вот вот такого вот так вот мы ездим у нас всего лишь одного нас есть карик ну и пофиг у тебя это вообще универмаг у меня еще мама там заведующий работал очень да вот такая вот это деятельно поэтому коля тоже такой дети в чем я деятельный я не деятель но мы председатели там стараешься наш собор высокий-высокий самое высокое здание по моему в городе да у нас собор парижская бога матери я не знаю ты серьезно это самое главное преображенский я не знаю самое главное достопримечательность как он называется крестовоздвиженский да точно забыл крестовоздвиженский это вот самое высокое здание сейчас ближе подъедем будет видно из ворот лучше там насадили вот этих деревьев сосен кедров или чем растет в общем когда училась школе мы сажали эти деревья но я что я болела я не сажала я ни одного дерева здесь не посадила то что я постоянно болела вот так вот это у нас район космос называется тут тоже очень много частных домов есть бараки двухэтажные давай повернем космос покажем будут внутри собор собор очень высок красиво да направо покажем деревянные бараки у нас таких квартирных домов большинство в городе ну он наверно с краснодара вернулся краснодарского края что там вот постоянно что-то струй но микрори он строит на тысячу семей на тысячу квартир очень а вот здесь короче был самый скандальный и самый дрочливый бар назывался садко с горел но тут постоянно были драки убийство короче но такое интересное заведение да а вот здесь вот где стоит машина тут была моя еще одна школа она но она была деревянная разрушилась кого разрушится сгорел сгорел сгорела загорелась это 13 школа вот таких вот домах люди живут некоторых есть центральное водоснабжение и центральная канализация центральное отопление но в большинстве нету нет в этих да есть которых есть что-то здесь нет ничего да тут нет тут есть центральное отопление потому что печки нету есть кондиционер вон на квартире но туалет на улице а а вот там вот уже с трубами идут дома там вот уже печное отопление многоквартирных домах так вот интересно ну и самый прикол в том то что вот она администрация города администрация города толчки на улице администрация города толчки на улице мне нравится наш город они сейчас вот переселение на тысячу квартир и делают это вот люди в бараке получили когда дадут кстати не очень благополучный район космоса да очень много алкоголиков наркоманов ну ты да выросла не алкоголикам не наркоманам это все зависит от человека в каком-то пути ранее не жил не жил и какие бы у тебя соседи не были все равно можно быть и нормальным нормальной семье расти и все будет хорошо да ты молодец хорошо водишь машину ворон много погода парня старась медленно ехать сзади никого нет чтобы ты все рассказал это вот фонтан кстати наш центральный да он не работает разбили там до 2 сломали это норма у нас все сломали красный яр который показывали в 2009 году он короче горел даже по первому каналу его показывали показываем это знаем а за деревьями ничего не надо но мы еще на лицо леса 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 везде лес много много деревьев хочет это кольцо появилось достаточно недавно до этого тут был обычный перекресток вот красный яр он тоже горел у нас много чего получается комбинаты горели так лесной же вот это дом где мы раньше жили вот вот этот вот а переехали вон в тот да прикольно получилось долгий переезд получился здесь жили туда переехали я первоначально когда мы переехали отсюда я сюда заворачивал и постоянно но слушать его двор заезжать да вот вот конечно паркусь сейчас посмотрим давай заем посмотрим там нет мест ни одного с 3 не параллельного не так вот видишь ну давай тогда за джипом у нас очень грязно почему-то в городе у нас очень много луж да все ты справилась ты молодец учу водить ирина геннадьевна да иришка тебе нравится водить машину ну это удобно конечно села поехала допустим вчера я ничего не снимала я целый день ездила с мамой папу мы сейчас ответили на реабилитацию пока нечего сказать в общем он ездит на реабилитацию время от времени и туда надо довозить все средства ухода мне кажется криво камеру держишь может мне кажется если я там ровная то ладно так что вот вчера было не до съемок то есть я чем-то занимаюсь куда-то езжу плюс больницы записывать там на инвалидность ставить мы ездили закупали все что нужно для реабилитации потом я отвозила маму вот на машине 1 езжу время от времени больницы вот вчера мы с мамой съездили все сделали короче был вот такой вот деятельный день молодец так что вот в этом плане конечно удобно что я могу съездить к родителям съездить в аптеку съездить в больницу и все вот по поводу папы все узнать не надо будет еще же на инвалидность ехать ставить короче во многом есть еще надо будет ехать больничным по поводу папы вот я могу это все делать на машине и возить маму круто здорово молодец на мне нужен опыт да вот нарабатываю его держи пришли домой собираемся чай раз это симки короче но с этой симкой мучаемся и коллега это красивый телефон его мой это прям вообще брикетик золото без чехла он просто шикарен красиво переливается да жалко только что так не поносишь почему носил пофигу смысле ага как это он же поцарапается весь потом ничего страшного нет я стараюсь в идеальном состоянии короче мы купили восхитительное печенье ну-ка постричи еще раз как написано замечательно замечательное печенье замечательно ну-ка посмотри как написано потрясающее печенье восхитительной начинкой это потрясающее печенье с восхитительной начинкой кажется что мы его хвалим на самом деле потрясающее печенье с восхитительной начинкой когда человек говорит я пробовал потрясающее печенье кажется что ну типа воно вкусно а есть такое название но если оно не вкусно это будет вообще эпик фейл еще взяли курабье коли он что-то захотел курабье в общем у нас сегодня сладкий вечер еще арбуз еще арбуз тоже очень сладкий будем переслаждаться перенаслаждаться потрясающее печенье ну попробуем потом скажем как нет я не работаю на макаронной фабрике там не было взрыва нет мы говорили что скажем про печенье печенье ну вкусное ну не вау но нормально я просто просто я после массажа головы я люблю когда коли делать мне массаж головы но и сама люблю там ее массировать получается потом вот так вот прям вообще взрыв на макаронной фабрики да они такие запутанные я очень люблю когда мне возиться в голове и даже когда волосы крашу там пять часов сидишь они там что-то копаются копаются так прикольно тянут это обезьяна на не пошла на это входит все это клубы когда у меня в голове копается и особенно вот когда такой прям массаж ну вот так вот от это вот отсюда и вот туда во внутрь но я так коли прошу делать и получается в итоге я не люблю когда у меня в голове копаются ни снаружи ни внутри ну и зря будем есть арбузик скоро арбузики отойдут и будем есть что там дальше идет у нас картошка хурма по-моему терпеть не могу хурму сейчас те сезон мойвы сейчас мой его отлавливают отлавливают вылавливают в общем привозят к нам терпеть не могу моего да ты вообще ничего не любишь я не знаю как вообще с тобой живу на одних арбузах живет и и на свинине арбузы и свинина и мясо нормально массаж потолка нашему делать он весь такой как его там натяжной такой воздушный так волнами ходит освобождение шариков из под гнета груза так вот мы их просто так не выбрасывал кстати сколько не простояли колесе не считал 16 дней просто 16 дней кто-то жалует шарики стоят всего два дня но они не презентабельном виде то есть они не прямо наполнены но они долго стоят мы просто так не выбрасывала всегда их обрезаем дурачен долг долго они еще летают колик взрывает там что-то еще но делают с ней в общем весело так лежишь а к тебе хоп спальню шарик залетает я думала ты хочешь привет я тебя люблю вот что я люблю делать с гелием а вот здесь вот шарик с водой просто вот этой штукой можно кидаться у нас очень задействуется все а мы кстати такие штуки использовали на новый год как декор да кстати да а что они у нас откуда остались с дня рождения был фонтанчик было два фонтанчика да и я их оставила они вот это бумага какая-то не блестящая на новый год была золотая по моему наполовину и я по этому ставила это все так вообще не очень мешочек поэтому на новый год не будет таких штук хорошо без проблем а я тут лежу на диване монтирую я просто меняю всегда место локации дислокации локации столом надоедает на кровати надоедает на диване нормально смотри ну прикольно да ну да как попрыгульчик сегодня у нас обширный ужин у нас суп со свининой кстати коля готовил на выходных сказал что ему очень нравится готовить и решил приготовить все сам вот это я готовила еще осталось и покров кабачковым до дешевле чем красная но подорожала на 4 рубля до скорую стойка красная так она конечно оранжевая короче вот такой вот у нас уже заморской мне кажется мы объедимся просто это просто очень много наверно и так пробуем выбраться на набережную второй раз второй день подряд ну да но с этим вроде солнца но ветер северный холодный но все равно сходим прогуляемся несмотря ни на что что-то машин так много сейчас потому что время я не люблю 17 24 минус 10 минус 7 14 7 15 сейчас много людей с работы садиков забирают детей это у нас как бы считается час пик машин достаточно нормально мы поехали еще не села еще светло хватит ныть из тебя привычка берут но все кто сидят за рулем тянут это почтовое отделение наше где мы забирали посуду да недалеко от дома отделение полиции тоже рядышком у нас все рядышком это единственная практика ну да городской суд у полиция суд и потом на север и стоматология и стоматология это какой-то очень жесткий судья должен быть ну чтобы стоматологию отправить это прям приговор 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 так тут у нас начинается наш комбинат точнее заканчивается по идее протяженность его около 8 километров нет не 8 6 километров около щипа попилки у нас складируют мы уже много раз рассказывали что она здесь лесосибирский деревообрабатывающий комплекс идет вдоль всего города но новые зрители не знаю здесь коля получил травму ну да чуть подальше потом покажу а вот этот новый цех билетный вот эти вот опилки которые свозят со всего завода идут сюда их прессуют и делают билеты это билет его логическое топливо ноу-хау логическое биологическое раньше там ветки кору все выбрасывали сейчас это перерабатывает цены на бензин я стараюсь 5 45 40 я на 100 2 45 90 принципе подешевле чем на юге вот комбинация идет 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 вагоны тянутся леса у нас очень много вот тут а сушильный камера и погрузочная ну короче и погрузочная сушат отправляют на алмап вон там вот дальше алмап цех из-за твоей головы ничего не видно да ужас засушат пилят укладывать в такие вот пакеты их называем пакеты деревянными и отправляют заказчиков а вот этот вот синенький цех это где травму получил лесоцех номер два да лесоцех номер два то есть сколько людей хотят повернуть да ну они все не успеют даже завершение я работал на комбинате в лесоцехе номер два на алмапе который мы проехали и вот там вот впереди будет двп везде успел поработать отметиться еще на план цели работал ну вроде грозятся у нас двп закрыть двадцать третьем двадцать четвертом году потому что уже не рентабельно никто особо двп сейчас не покупает но пока цех работает бодрствует здравствует вот пробка у нас это у нас уже считается пробка да там светофор вот будет поворачивать не будет а ну ка ну ка ну ка ну ка полиция нравов обочечники ну ка порувее поедите я хочу посмотреть повернет он ну а я там ну и чё нет да повернул хороший так вот еще едет обочечник не обочечник сейчас проверим у нас тоже оказывается в городе обочечники есть да повернул все но у нас получается не обочечники а там просто уход на город Красноярс дорога либо вот на гаражи это кстати одна из центральных котельных которая на новый год с 99 на 2000 перемерзла и у нас пол города осталось без отопления даже три четверти да вот это котельное перемерзло три четверти города осталось без отопления а она космос отопливает? по-моему да она тоже с нее идет я не помню что у нас что-то перемерзло в каком году? с 99 на 2000 было новый год? не я помню этот новый год там был крутой все говорили что будет конец света то есть у нас все было хорошо или с 2000 на 2001 что-то такое куча вот щепы там лежит это перемалывают и короче на ДВП делают листы вот так вот прикольно короче что-то у меня втулова паразит короче образовалась а у меня вообще ну оно у меня всегда было это наш пункт ГАИ ГИБДД ДПС но тут никогда никого нету обычно они они если есть то они сидят внутри греются ну холодно понятное дело ну вот этот перекресток у нас считается въездом в южную часть города то есть мы живем в центральной южная часть и есть еще у нас северная это Новый Несейск и так далее вот в такие вот вагоны обычно грузят пакеты наши из досок вот они стоят ждут своей отправки они прижимаются вправо потому что они хотят направо ну да они либо прямо хотят проехать ну я вот налево потому что нормально ездишь они больше прижимаются вправо потому что у них руль справа и им габарит проще там чувствовать кстати вот здесь вот в детстве когда не было вот этой колючей проволоки я перелазил через забор и там короче в каком-то депо была газированная вода короче бесплатная и мы ходили пили ее туда ну кого-то ловили давали по шее но меня ни разу не поймали я молодец я просто глиста в скафандре был и пролазил через любую щель это наш единственный авто тех центр официальный тут раньше было раньше продавались тут машины да раньше машины продавались да автоцентр форт он был к сожалению загубилось это года через два после того как он начал продавать эти машины никто не брал и теперь это просто автосервис и автомойка тут был у нас бичград его слава богу снесли почему он так назывался не знаю это вот вот куча мусора еще стоит это был дом недавно совершен там не было в квартирах ни унитаза ну ни туалетов ни ванных ничего там был два туалета на этаж и одна душевая кабина все это на этаж деревянные бараки такие были двухэтажный дом это стела нашего города недавно отремонтировали в прошлом году в этом году отремонтировали и ремонтируют каждый год это елка называется это дом без балконов и кстати в этом доме нету на кухнях окон я в этом доме жил на 9 этаже меня отец получил от комбината кстати это одни из последних квартир от комбината вот он последний дом который построил комбинат в 2000 году магазин южный ну и улица победы она вся вдоль деревянная на всем своем протяжении то есть практически вся вот такие двухэтажные дома они благоустроенные в них есть отопление все свое за ними панельки и наш единственный театр поиск кстати в доме находится вон там вот пристройка вот так вот с двух сторон деревянные дома ну и панельки за ними здесь парад проходил а вот это вот школа 15 я ее закончил кстати я там правда учился всего лишь один год но я закончил их с 10 по 11 классов в школе и получил аттестат вот этот вот короче второй торговый центр тут раньше стоял многоквартирный дом деревянный двухэтажный на 12 квартир мужик выкупил все квартиры короче и перевел их в нежилое и построил магазин и все короче и все офигели то что как так жилой дом перевел в нежилое а он просто взял и выкупил все квартиры людям купил квартиры нормальные вот тут вот кстати самые дорогие квартиры одни из самых дорогих вот в этой девятиэтажке потому что они смотрят окна на Енисеи либо на стадион труд это кстати была городская баня но она и сейчас по моему есть но ее больше в сауну но сделали гостиница сауна баня на дровах вот наш стадион раньше тут кстати вертолеты приземлялись но сейчас сделали нормальную площадку и поэтому вертолетам сюда запретили приземляться а вот он наш Енисей блин как холодно кстати вышло солнце ну да там солнце но дубак вообще неимоверный ветер севера такой морозный мороженый это донник белый и желтый ну кстати еще все достаточно зеленое ну трава я имею ввиду мы решили начать гулять вот с этой локации там теремок замок это старый замок кафе одно из самых старейших в городе кстати с незапамятных времен стоит да и пойдем потом естественно набережная у нас в прошлом году только появилась вот такие вот арка такая да мы с ней снимались кстати с ней год назад по моему осенью прошлого года такое новшество это наверное один из последних плотов которые пригнали сюда как ты сказала бревнышки ты же снимала да да и они но я же стояла на машине вон там вон там у берега кстати где они их нет больше ну конечно их разбирают быстро и отправляют на комбинат там в бассейн вылавливают и сразу либо складируют либо напилить а вот этот то я не видела ну она их же гонит постоянно там живые деревни у нас напротив рудиковка по моему называется деревня а там высокогорск куда будет мост но пока его нет мы туда не съездим пойдем подойдем к теремку к танкам куда? к танкам конечно же танки нам поставили совсем недавно года полтора два назад поставили в память воинам афганцам и на каждого погибшего воина афганца посадили по кедру да? от кого ты это знаешь? я очень много чего знаю а вот эти вот маленькие да? много честное я живу здесь мне вот этот вот с круглой башенкой больше нравится именно так боевой танк а там боевая машина ну в смысле просто круглая башня мне больше нравится понятно буду знать твои предпочтения да чтобы было обтекаемо и красиво плюс он больше там желтый магазинчик вот там всегда покупали мороженое да там вот кстати постоянно копают ПГС на той стороне кран какой-то стоит мне кажется да а вот вообще на этом месте раньше было летнее кафе вот где вот где танк да там раньше летнее кафе было прибой называлось ну я не помню это маленькая еще была ну ты был тоже маленький ну постарше ты же туда не ходил ходил маленький ходил с родителями с родителями что не с родителями нет конечно ну значит ты не маленький был ну лет 17-18 не было а ну ты уже большой здесь фигурки вот эти стоят наверное уже года ну много уже внутри наверное нет не больше трех буква С лежит это лавочка вообще поедет да это нет что ты все портишь это буква С это первая буква нашей фамилии ну на английском ши Коля говорит нет это доллар я говорю ну значит первая буква нашей фамилии это доллар сцена ее вроде как раньше ставили только летом на зиму убирали не знаю уберут ее или нет может недавно был какой-то праздник живи твори мечтай но она до сих пор стоит хотя уже снег лежал снег расстоял кстати потому что сегодня Коля утром встал говорит сегодня тепло надо сегодня погулять а сегодня нифига не тепло показывается плюс три было лавочки вот такие красивые поставили их немного но все равно мусорки красивые вот рядом старые стоят желтые и квадратненькая красивая там что-то написано даже сейчас можно по траве ходить клещей нету подожди или они нет нет они же весной и осенью но я в сапогах я надела вот такие большие массивные и мне поэтому неудобно водить сейчас надо привыкать зимой весь склон по всей длине практически используется как горка большая для детей ну и для тебя и для меня я тоже люблю тут детстве кататься с этих пологих но вот я лично не видела ни разу что в зимой что-то кататься только в одном месте там вон дальше да а раньше катались везде прям вообще везде даже между деревьями лавировали было круто было много сломанных рук ног но было круто но у тебя нет у меня нет ты решил во взрослых сломать да тогда берег себя ты смотри как он активно двигается и не сей да ну это битер еще там бурлит прям слышишь да какой шум как море ну не как море море это это статичный шум а на море не статичный вот старые лавочки стоят зато новые мусорки это вход в стадион труд и вот эти красивые новые лавочки ну как новые ну им лет ну 10 наверное около 10 здесь буквально два-три года назад поставили какой-то теремок для детей вот эту вот карусельку тоже для детей качелька для детей и она не качалась ха-ха-ха ну вот на чем-то так успела покачаться на чем-то детском да да ветер вообще ну и здесь мы просто вот гуляем так вдоль Енисея можно по асфальту идти можно здесь по тропинке и дальше нет ничего а нет вон туалет стоит да да единственный на всю набережную на 4 километра единственный туалет лучше туда не заходить без очень острой надобности я кстати не заходила но я представляю что там поэтому ну вот дальше просто вот такая вот длинная асфальтированная набережная идешь 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 дальше ничего нет ну в общем мы пройдем и до смотровой площадки наверное дойдем до смотровой да там кстати же новое введение в этом году достроили а да а да там что-то построили в прошлом году и в этом году мы еще не видели посмотрим так новое введение у нас поставили столики стулья прибитые к полу бетону тут у нас памятник воинам погибшим во временах второй мировой войны такой небольшой огня нет ничего нет огонь кстати зажигают по очень крупным праздникам ну на 9 мая на 9 мая там но очень странное расположение стульев и скамейки непонятно что они хотели этим добиться я предположила что здесь был стол но не заметно как-то очень но странно что это? абстракция какая нафиг абстракция? абстракция абстрактная абстрактно поставили вообще-то Коля говорил о нововведениях но вот это было и вот это мы все снимали в прошлом году там детский какая-то площадка детская труба здесь лавочки с мини сценой тоже это все было в прошлом году здесь такой кружочек дорожки лавочка я нашел брак взял сломал я брак нашел ага я на нее наступил вот именно на нее я наступил случайно что ли? не вернулся сейчас меняли аккумулятор на камеру вот сюда положили это оказывается металл мне кажется это похоже на рыбу короче мне нравятся такие лавочки они вмещают много народов и всегда пустые здесь народов у нас нет о смотри кормушка да? ну кстати да кто-то советует ты что семечки туда усыпал? у Коли в кармане всегда семечки либо орешки многие делают кормушки из пластиковых бутылок но нам то как сделать из пластиковых бутылок туда же голуби залезут сделать это не проблема здесь кстати очень много кормушек на деревьях висит ты куда пошел то? куда ты пошел? гулять а что куда надо? ну мы же не дошли до площадки он уже домой бежит погулять с ним бесполезно так хоп и тактично пошел назад нормально? нормально да? типа пока жена не заметила развернулся и ушел я уже в машине качает машину у меня а тем более но в моей сумке здесь вот еще одна лавочка лесочек наши качели на которой мы что-то там о травме рассказывали года полтора-два назад здесь вот такой арт-объект типа для птички клетка у нее даже дверка открывается красота была качеля видимо что-то с ней произошло либо она сломалась либо сломали либо может отдали на переделку на реконструкцию скамейка влюбленных была и вот это вот такое объемное сердце с замочками и с ленточками мы сюда кстати ни разу ничего не завязывали но это наверное молодожены вяжут и вот наша площадка смотровая я не знаю была ли она там восьмидесятых годах сейчас Коля спросить он все знает его еще не было в помине но он все знает а? б я говорю в восьмидесятых годах была эта площадка смотровая? нет а то я же говорю Коля еще не было в помине но он все знает не было я её построили тогда � когда тут опять же было chaos летнее кафе фонарики фонарики да тут была их танцевальная площадка ну то есть, это вот это был настил ну это было после нулевых приклада да это где-то в 2001-2002 гod был да но кто-то нас смотрит которые с восьмидесятых годов здесь жили или уехали от восьмидесятых да где-то так то есть те кто были восьмидесятых напишите там вот кстати кто был давным-давно Но там был кинотеатр Ангара, он сгорел несколько раз, разрушили его полностью, сравняли с землей и на этой площади построили спортивно-оздоровительный комплекс Эдельвейс. Эдельвейса, наверное, лет 8 назад. В 8 мы с тобой познакомились, поженились. И он уже был? Да. Мне кажется лет 10 назад, может 15. А вон кораблик, мужик на кораблик ловит. Не на удочку, а на кораблик. Здесь рыбачат, мы сюда часто приезжаем. Мы тут всегда рыбаки. Кстати, Енисей обмелел достаточно сильно. Ну, кажется, что он не такой широкий, как обычно. Это каждый год такой. Последние годы уже такой. На той стороне солнце, смотри, как красиво. А здесь уже тень. А вот там вот мост строит, он немножко видно. За деревьем плохо видно. Мы как-то снимали из машины, но здесь за деревьем плохо видно. А почему мы с тобой не привязываем вязочку сюда? Это же только после стадии. Да? Давай разведемся и поженимся. Ага. Вот это вот. Да ну. И да ну. Кстати, многие же пары так делают. Что такое? Стелька. Стелька? Тебе стелька нужна? Почти новая. Да нет, она по размеру только тебе наверное. Видишь как бы. Угу. Мой ботинок и стелька. Ну да. Чуть-чуть маловато. Ну да. Мой ботинок и опять идёт в обратную сторону. У меня это так всё вообще муторно было. Мы этим занимались и это было тяжело. Ну прикольно. Ну и прекрасно, да. Но второй раз будет уже не так прекрасно. Так что. Мы уже всё знаем. Нет. Не советую тебе разводиться. Может я и не захочу жениться. Это я ещё подумаю. А ты ещё подумаешь? Да конечно. А чё тебе тут думать? Может я в платье не влезла? У тебя вообще костюм не влезла. Я в костюм свой точно не влезла. Потому что мы его отдали. Да я в него бы не влезла вообще. Мы его отдали. Конечно в него не влезли. Я весил, когда женились 65 кг, а сейчас я за 80 кг. Ну вот. Видишь как хорошо в семейной жизни или наоборот плохо? Разведёшься, похудеешь, разводишь, похудеешь, а потом он опять думает, что жена кормит. Смотри какая берёза с буквой В. В значит линдеса. Вени Вити Вичи. Что это значит? Кто пришёл и увидел, кто видел. Молодец. Я Колю научила всему. Даже латинский в синтенце. Я учила латинский, а ты немецкий учил? Нет. Ихлебендих. Учил в немецкой школе? Нет. Я в школе тоже не учила, я учила в институте. О, я Яны Тюрлих. Это началось. Сейчас все слова вспомнят. Ижвиль. От одного до десяти. Ан, свай, драй, фир, фенг. Не помню дальше. Я сама не помню. Вот так вот сибиряки, да, аж осенью. Утепляются. Так у меня весь рот уже в пуху. Потому что туда идёшь на север, там холодно. Нормально? Да, нормально. Крутяк. Сдышать, конечно. Сейчас, короче, едем. Иринка говорит, сзади меня полиция. Я говорю, это охрана. Я говорю, что не видишь, люстра оранжевая. Они ко мне слишком близко, я не ехаю. А я Иринке говорю, ничто так у водителя не повышает здание правил дорожного движения, как сидячины сзади экипаж ГИБДД. Потому что, когда мы на море ехали, за мной, наверное, минут сорок ехали гаишники. А я ехал сто десять. Еду и еду. А не потом. Надоело им ехать за мной, что я не нарушаю сплошную, не пересекаю. Эх, остановимся. Будем караулить. И сейчас гаишники, да, стояли? Да, у меня не стояли. А у нас вон иконка, можно сказать, от гаишников почему-то очень редко останавливают. Газ 24 рубля, а на юге 12, по-моему, за литр был. Да? Да, но у нас газа нету в городе. У нас вообще ни одного газового дома. Многие интересуются, что нету газа. Как у вас так печь, как типа стоит, и арку вы сделали. То, что у вас нету там газа на кухне, и вам повезло. У нас нету, в принципе, газа нигде. Нигде в городе, да. Нам обещают в 25-м везти газ. Потому что, чтобы вот такие вот... Смотри, какое небо красивое для администрации. Заказы. Небо красивое. Вот чтобы отапливались вот эти вот дома частные. У нас очень много частных домов. Примерно, наверное, ну где-то треть населения живет в частных домах. И когда они топят углем и травами, в городе дышать довольно сложно. И если переведут на газ, будет, конечно, гораздо лучше и дешевле. Где мое правое колесо? Ну, это же как-то так. Давай мне рассказывать, где мое правое колесо. Ну, если я буду действовать по этому методу, то как-то вот так. Вот так, да, идеально. Ну, вот видишь? Вообще идеально. Вон, смотрите, как она. Хопа. Видите, от бордюра какой раз. Стоп, стоп. А вон соседи со второго этажа. Это Иринка. Соседка по квартире. Типа, да. Я? Совсем сожительница, да? Как говорят про гражданские браки. Нет, у нас не гражданские. Сожители. У нас есть договор. Да, мы не сожители. Короче, для не очень способных девушек есть такие курсы. И там инструктора обучают, как ездить. И я посмотрела видео про габариты. Ну, там, по зеркалам, но это сложно. Короче, как вот Коля и говорит, как узнать, где твое правое колесо. То есть, там говорится, что взять надо руль. И вот так вот, то есть, параллельно рулю. Вот так вот провести руку. То есть, куда у нас рука. Ну, мы там видим край машины, немножко капота. Значит, там у нас правое колесо. И здесь так же сделать. Так вот ровно руку проводишь. Идеально ровно. И, значит, вон там у нас правое колесо. Ну, с моего вида. Вот где я вижу, где-то на уровне выпуклости дворника. Значит, и там вот я как раз сейчас вижу бордюр. И вот я смотрю в стекло, в зеркало боковое. И я вижу, там тоже бордюр. То есть, вот это действительно совпадает. Что здесь у меня переднее колесо рядом с бордюром прям. Что по зеркалу у меня действительно рядом с бордюром. Такой метод. А еще про разворот ты мне что-то рассказывала. Расскажи про разворот. Это тоже интересно. Там сложное. Я полностью не поняла. Вот так вот мужики надо ездить. А мы с вами за тупки ездим на инстинктах своих. Между прочим, знаешь сколько комментариев негативных? Что типа, а мой инструктор говорит просто опыт нарабатывай и интуитивно едь. А многие так не могут. Особенно девушки. Они аккуратные. Им надо просчитать. Надо примерно знать где колесо, чтобы быть спокойными. И поэтому там жалуются. Мой инструктор говорит интуитивно. А интуитивно не у всех получается. Это же только с опытом приходит. Ты согласен что ли? Согласен. Вот такого вот. Хорошо, что ты не инструктор. Ты бы тоже сказал. Я тебя научил парковаться задом. Ну да, немножко. И без всяких вот этих вот посмотри туда, посмотри сюда, в зеркало смотри и на бутылку не наезжай. Это очень полезно для тех кто не умеет и для тех кто боится. Просто для собственного спокойствия. Так вот себя проверять. По хорошему. Не умничай. Молодец. У тебя просто опыт есть вот и спокойный. С восьми лет. Ну тем более. И что ты выпендриваешься. А действительно те кому тяжело. А кто в возрасте учится. Конечно им надо и по зеркалам знать и вот так вот примерно знать. Они себя будут проверять чтобы они себя спокойнее чувствовали за рулем. Если машина едет на большой скорости и резко поворачивает направо, какое колесо на весу? Так это какой-то прикол. Левая, задняя? Запасная. А, точно. Я же вспомнил, что это прикол твой. Над всеми смеется. Вот я говорю вот. Слушай, а когда будет дом дракона? Сегодня выйдет, завтра будем смотреть. Ура. Пойдем домой? Балберис за гирляндами. Ну да, мы уже заказываем гирлянды к Новому году. Покупаем, смотрим, проверяем. И вот так вот. И, короче, в этот раз готовимся к Новому году гораздо раньше. Ну, более-менее, да. Коля хотел отобрать у меня руль. Мы когда шли со стадиона, он говорит, что ты рулем? Я говорю, ну как, я же учусь. Я хочу, я соскучился, говорю. Че, правда соскучился по рулю? Ну, не ездил по рулю. Я завтра машину возьму. Вижу съезжу в институт. Ты в 12 тысяч километров летом проехал. Тебе не хватило? Нет? Я еще хочу ездить. Ну, значит нам надо две машины. Будет на двух ездить на набережную. Чтоб не поругаться внутри. Будем наешачок скоро. Нет, ты молодец, ты зарабатывай опыт. Хотел забрать у меня руль. Че, кто-то звонит? Да. Сегодня к Колиному приходу я готовлю блюдо, которое мы очень полюбили за последнее время. Это фунчоза с овощами. Я уже показывала. Я готовила два раза ее раньше, еще до моря. Здесь фунчоза, овощи. Ну, в общем, у меня есть, по-моему, рецепт где-то на видео. Я про это уже говорила. Единственное, что здесь фунчоза, раньше мы использовали фунчозу из зеленых бобов, а это фунчоза бататная. Она такая более темная, более толстая и коротенькая. То есть ее даже разрезать не надо. Попробуем, вот как нам бататная понравится. Здесь еще соевый соус и кунжут. Мы постоянно раньше забывали насыпать кунжут. Здесь столовая ложка кунжута. В этот раз я ничего не забыла. Надеюсь, что будет очень вкусно. Попробовал? Вкусно? Да, очень вкусно. Смотри, у нас третий член семьи. Он как бы парит, но вот так вот рядом с нами. Моя порция и твоя. Короче, почти вся сковородка тебе ушла. Мы сейчас будем смотреть Дом Дракона. Там что-то вообще капец. Кто тебе сказал? Ну ладно, не буду спойлерить. Мы после ужина решили проехаться по магазинам. Бруснику купить. В общем, сосиски эти белорусские. В общем, по магазинам ездили. Я все время была за рулем. А почему сейчас за рулем Коля? Потому что мы везде проездили. Все купили. Приехали домой. Я припарковалась. Я говорю, пойдем гулять. Снимем что-нибудь. И говорю, где моя сумка? А сумки нет. А Коля ее оставил в дальней части города вообще. У фруктовиков, где мы фрукты покупали. Ну не фрукты, семечки покупали. И все. И сумки нет. И Коля сел за рулем. Мы быстро туда полетели. И очень. Очень быстро. Очень небезопасно. Почему? И мы ничего не снимали. Ну само собой не было камеры. И во вторых мы сидели вот так. Как? Ну напряженно очень. Просто молча. И летели туда как сумасшедшие. Я просто включу шумахера. Так потому что сумка. И я даже не буду говорить сколько. Не буду считать даже сколько там стоимость этой сумки получается. С телефоном. С камерой. Со штативом. С деньгами. С банковской картой. Там блин все. Паспорт. Это бешеная стоимость. Очки. Да вообще. Так что очки то фигня по сравнению с телефоном и камерой. В общем сумочка стоимостью очень большой. Осталось где-то там у фрактовиков. Которые уже должны были закрыться. Где-то на полу он ее оставил. На табуретке. А ты еще на табуреточку пошел? Чтобы все видели да? Еще раскрытую. Что там лежит? Раскрытая была? Нет. Закрытая. Капец какой стресс. Капец какой стресс. А потом я говорю я даже не пойду. Я вижу что у меня нет связи часов с телефоном. Я говорю я даже не пойду туда. Но я просто была вся вот такая вот. И смотрю Коля выходит из двери с такой сумкой. Как будто героический поступок совершил. Ничего что ты оставил сумку. Я победитель по жизни. Да. Просто что-то это. Кого-то спас. Вышел такой сумкой. Сам я там оставила. А потом делает вид что крутой. В общем все. Выдыхаем. Едем домой. Ну вот. Хорошо что мы успели погулять. Потому что как и говорилось. Будет снег. Будет минус. Вот такая вот у нас погода. Я спросила у Алисы. Она говорит в течении 24 часов снег не прекратится. Мне интересно что будет хотя бы часов через 5. Я почитала статистику. Говорят за зиму выживает в среднем. По статистике одна синичка из 10. Что-то мне это как жалко стало. Вон справа сидит. Синичка. Они там нам часто стучат утром. Чтобы мы побыстрее их кормили. Они же запоминают все-таки нас. И ждут нас утром. Короче одна из 10 за зиму. Это как-то страшно. И конечно хочется их кормить. Хочется им помочь. Поэтому вот стараемся. Пытаемся. Сегодня на ужин мы с Коля решили поесть картошку. Картошку с рыбой. Картошка варится. Она такая плотная. Сорт такой очень плотный. Поэтому уже 25 минут варится. Здесь у нас кстати авокадо дозревает. Прочитала что надо его в бумагу. Звуки вообще у соседей не у нас. Соседи вечно там как будто ж какую двигают. Я купила себе тугунка. Это рыбка. Она ловится у нас на севере. Но более севернее чем мы. Но у нас ее продают. Вот такая вот баночка. Здесь 500 грамм. Должно быть полкилограмма. Здесь не хватает еще рыбок 10-15. Я вчера их съела. Мне кажется в этой баночке как будто меньше. По весу возможно дотягивает до полкилограмма. Стоит 650 рублей. Вот такая вот коробочка. Коробочка, баночка. Контейнер такой. Всего-то два раза в жизни ее пробовала. Колю угощали. Два раза получается Колю угощали. Он домой приносил. Коля к сожалению ее не ест. Он вообще в рыбе плохо разбирается. Не понимает всего рыбного смака. Поэтому тугунок чисто мне. Но при покупке мне даже в голову не пришло, что он может быть свежий. То есть он вообще не соленый. Коля приносил тогда мне две банки в прошлые годы. Они всегда были малосольные. Обычно их вылавливают сразу, подсаливают и упаковывают в такие вот баночки-коробочки. Этот же вообще просто живой. Я его вчера пыталась солить в маринаде. Ну заливала прям. Называется 5 минут как. Бесполезно. Даже через полчаса-час он вообще живой. Просолила его на ночь. То есть он уже почти сутки. Ну не почти сутки, а сутки лежит соленый. Со всех сторон я его весь обваляла. Сверху, снизу в соли. Попробовала сейчас. Он живой. Какой-то непросаливаемый тугунок. Я просто боялась его пересолить. Он же мелкий. Но это деликатес. Рыбка очень вкусная. Короче, буду есть сырого. Ничего страшного же. По поводу кормушки с синичками. Коля снова делал модернизацию. Картошка. Вот здесь сверху зубочистки до стекла. Потому что сюда голуби пролазили. И всякие там шурупы, саморезы. Вот. Вот эти вот штучки от голубей приделали. Саморезами он удлинил. Но синички садятся на эти саморезы боком, лапами. И, в общем, с помощью клея. Коля это все удлинял, наращивал. Клей не держит. Ну, жидкий клей. Поэтому ничего не получилось. Вот за сегодняшние полдня уже половины саморезов нет. И вот здесь вот стояли вот такие палочки от суши. Высокие, штук 5-6. Осталась одна. Здесь уже голуби. Они пришли. Мы специально, чтобы они не садились на кормушку, это сделали. Они пришли, все раздавили, все сбили и все. И надо опять что-то придумывать новое. Да, синичка? Боятся. Короче. На нас наехали соседи снизу. Жалуются на наших синичек. Типа они им все... На кормушку. Да. Мы сюда сели, чтобы ответить на вопросы. Некоторые, кстати, тоже предлагают. Отвечайте на вопросы в конце видео. Вот. Вопросы. В конце видео. Все-ка так строго. Да. Потому что Алиса включила грустную музыку. И нам теперь очень грустно. Алиса, вот что ты наделала? Включи веселую музыку. Какую-то грустную музыку крутит. Тогда мы начнем с тяжелого, грустного для нас вопроса про домашних животных. Почему у вас нет домашних животных? Аллергии или просто не хотите? Про домашних животных я уже рассказывала. Не помню когда. По-моему, видео называется «Ответы на вопросы». Но я могу ошибаться. Я рассказывала про то, как мы с Колей жили. И про то, что... Ну вот это. Все как мы мечтали. Мы поженились. Купили квартиру. Домашнее животное завели. У нас был кот. Вот. И как? То есть у нас все сложилось. По всем фронтам. Не сложилось. Что думаешь, женаты? Что-то не сложилось. Ну, в смысле как мы с тобой хотели и мечтали. Так не получилось. И коты, животные для меня это огромная травма. Потому что у нас был кот, который два года болел. Видимо из-за недобросовестных заводчиков. Это был шотландский веслоухий. И в итоге он умер. И мне кажется, я до сих пор не прожила эту ситуацию. И до сих пор смотрю на других котов, как они дышат. Ну, короче, два года жить с той мыслью, что вот-вот, все, он сейчас задохнется и умрет, это тяжело. Мы его лечили. Ставили уколы, таблетки, ветеринарки. Ничего не помогало. В общем, все два года мы просто прожили в мучениях. И я это не прожила и не пережила. И пока что не могу это принять. Ну, просто я понимаю, что любой кот или кошка, которую мы возьмем, они все равно когда-то умрут. И как проверить? Мы потом узнавали у ветеринаров, ну, как можно проверить, здоровый котенок или нет. Пока он котенок, его невозможно проверить и узнать, здоровый он или нет. Потому что все болячки, как нам объяснили, вылазят уже через год, ближе к двум годам. То есть он формируется, внутренние органы у него формируются и уже становится ясно, какой он будет. И вот у нашего так и получилось. То есть все хуже, хуже, хуже становилось. Да, много у меня было бессонных ночей ухаживал, я за ним. Но, тем не менее, Коля готов, да? Я, да. Ты готов, я думаю, потому что ты думаешь, что все будет хорошо. Да, я всегда оптимист. Ты надеешься, что она упадет и здоровый. А я считаю, что надо понимать, что такая ситуация может быть, и чтобы не прожить ее так же болезненно, надо просто быть к этому готовым. А ты готов так же два года прожить? Готов. Допустим, точно такого же кота взять, такого же больного, и точно так же прожить с ним эти два года. Ну, а что сделать? Нам ветеринары сказали, он проживет у вас полгода год, а он прожил два с половиной. Потому что мы выхаживали его. Но он не жил, и мы с ним ниже. Он бегал. Да, он не еле ходил. Ну, все равно. Он был классным котом. Вот такая вот, вот так вот хотели кота, и вот так вот все плачевно, очень тяжело было. Ну, ладно бы, если резко, да, умираю. Вот такая вот тяжелая, тяжелая два года, и поэтому я пока не готова. И по поводу аллергии, да, у меня, кстати, была аллергия и на родительского кота бывает, то ли на шерсть, то ли на пыль, которая в котах, непонятно. И когда мы взяли нашего того котенка, у меня тоже была аллергия, то есть сопли, чихание, слезы, нос чесался. И я, ну, прочитала в интернете, что так делают, брала просто его коготь и вот так вот себе царапала до крови, и это помогло. Это, то есть где-то через две недели я к нему привыкла полностью. То есть на своего кота у меня аллергии не было. Я просто привыкла, ну, как это, к его вот этому, к его чугу. К его железу. Ну, какие-то, ну, просто коготь. Ну, в смысле, я прочитала на интернете, что это работает, когда человек аллергичный, его вводят часть аллергена, и это помогает. Вот я делала так же, и за две недели мне все помогло. Ну, а сейчас я рисковать, конечно, так не хочу. Специально брать котенка, чтобы выяснить, что аллергия, и мучить его и себя. А если я на улице найду котенка? Нет, ну, если бы вот так вот, хоп, открываешь дверь, а там котенок в подъезде, это другой вопрос. Вот прям тебе как будто его дали. Но когда ты сам идешь и ищешь, а потом отдаешь по какой-то причине из-за аллергии, это обидно. Правильно? Ну, пока что он нам с неба не упал. Ни с потолка, ни с неба. Ну, я знаю, что у кошек девять жизней, но если он с неба упадет... Ну, короче, пока вот не было такой ситуации, когда вот возьмите и... Ну, короче, пока что судьба и жизнь нам не подкинула. Вот. Давай о грустном... Ой, давай о грустном. Хватит о грустном. И что там следующее? Теперь о веселом. Интересно послушать ваше мнение о заработной плате в Сибири. Действительно ли в ваших краях больше зарплаты, чем в центральной части России? Это вопрос уже ко мне. Я не знаю, сколько зарабатываю в центральной части России. Я могу сравнивать по некоторым категориям, вот сколько я зарабатываю. Я могу только судить по тем сферам, где я работал, где я зарабатывал. Вот моя зарплата айтишником, ну, я вот просто рядовой специалист, я там не программирую ничего. Просто слежу, обслуживаю какую-то мелочь, там какую-то работу выполняю. 25 у меня зарплата. Дворники у нас зарабатывают где-то 20-22 тысячи. Продавцы в магазинах, вот в продуктовых больших крупных супермаркетах, где-то 25-30. На комбинате люди сейчас, ну, в зависимости от профессии, там, укладчик досок, он, понятно, будет там 20-25 получать, там, в зависимости от разряда, там, зарплаты до 60 тысяч. Таких баснословных зарплат, как нам говорят, там, в Сибири заработки, много зарабатывают на заработки. Нет, такого у нас в городе нет. Есть такое понятие, как вахта. Там люди, да, зарабатывают по 100-150 в месяц, по 200, ну, в зависимости тоже от профессии. У меня есть один знакомый товарищ, который работает под рывником, он зарабатывает 200-250 где-то. Ну, он работал на севере, сейчас он работает на Камчатке. Ну, это больше вот на севере. Да, то есть, ну, это... И вахта, это тоже на севере, это полис, это находится севернее нас. И уезжает на 3-6 месяцев, на 8, на 9, там, на год. Ну, я не готов ездить на вахту, тем более с моим положением какие вахты могут. Мы сразу, когда поженились, обговорили, что я не хочу его отпускать никуда, даже на месяц. Ну, это неправильно, это ненормально, это не по-семейному. Ну, если кто-то может там прям, ну, я не знаю, нет. Деньги не стоят того, чтобы расставаться на такое время. Вот, я так считаю. И мы сразу обговорили, я Коля никуда не пускал. Да, вот поэтому... Ну, ты и не хотел, ты бы и не поехал, потому что он тоже никуда не хочет. Вот, вахты, это одно, северные вахты. А обычные зарплаты у обычных людей, ну, вот примерно такие, да. Ну, можем вот только за продавцов говорить и вот за кого-то знаешь. Даже не знаю, кого еще сказать. Учителя и преподаватели, это мы не знаем. Медсестры, врачи, мы тоже не знаем, у нас нет никого знакомых там. Им понятия не имею, сколько они зарабатывают. Очень без понятия. А, и ты хотел сказать, что в Красноярске зарплаты выше. Да, в Красноярске зарплаты, значит... На тех же самых, там, айтишники, да? Да, в профессиях, работах, да. Там, я думаю, зарабатывал бы побольше. То есть, наверное, все зависит еще от города. Да, если бы он миллионник, то он экономически развит, там есть деньги. А у нас город маленький, у нас денег нету. Это, наверное, так же, как Москва. Сколько в Москве зарабатывают и сколько там за 300 километров от Москвы, да? В маленьком городке, там, где 50 тысяч населения. Наверное, вот, ну, не так же. А, ну, монтажником окон я еще работал. Что мне платили? Что тебе платили? Ну, окно 1000 рублей на двоих. Ну, 200. Ну, там, балконный блок 1800 на двоих. В зависимости от планировки, от типа дома и так далее и тому подобное. Балкон 250 рублей квадрат. То есть, это отделка, сайдинг, панели, сам балкон 250 рублей квадрат стоит. Экспедитором ты еще работал? Экспедитором я работал, но это было давно. Тогда зарплата была где-то в районе 18 у меня. Ну, сейчас, наверное, 28-30. Ну, да, где-то так. Короче, вот, примерно так. Какая разница с центральной Россией, мы не знаем. Вы напишите, какие там у вас зарплаты примерно вот на эти же специальности. Дальше. Следующий вопрос очень, я бы сказала, благородный. Да? Необычный и неожиданный. Есть ли у вас монетизация или как смотреть видео через VPN? Если через VPN, то как она проходит? Канал же может быть не только для удовольствия, но и для заработка денег в знак благодарности за труды. Монетизация. Такой вопрос. Ну, сейчас, как объяснить? Для зрителей из России... То есть, монетизация не идет от зрителей из России. Из всех остальных стран идет. Но, конечно, у нас русскоязычный канал и у нас... Я вот не знаю, я не посмотрела статистику на канале, но мне кажется, процентов 80-90 русских смотрит. Из России смотрят. То есть, из России. Вот. Остальные... Там Беларусь, Украина, Казахстан. Может, даже меньше 10%. Да, меньше 10%. Да, меньше 10%. Ну, получается, ну, 95, наверное, из России и остальные все. 99 из России и 1 нет. Ну, может так. Вот, я не знаю, она будет как-нибудь посмотреть статистику. Ну, следовательно, получается, монетизация осталась на сколько? На 1% из 100, где-то так. Ну, то есть, это... Это не доллар даже за видео. Это центы. Копеечки. Вот. Через VPN, конечно же, если вы будете смотреть из России через VPN, то... Ну, то есть, монетизация будет работать. Но это же не так, что вот вы смотрите, там, пропускаете рекламу, и она засчитывается. Если вы пропускаете, то ничего не засчитывается. То есть, этот маленький центик, он не упадет. То есть, желательно ее досмотреть до конца, не пропускать, там, нажать на нее. И еще желательно, там, пробыть, там, 5-10 минут. И еще желательно что-нибудь заказать. То есть, здесь очень много факторов. Ну, люди, которые не знают, я вот так вот объясняю. Вот. Что-то это видео и так у нас долгие, так они с рекламой растянутся вообще на 2 дня одно видео. Не, ну, мы... Нет, как VPN? Как VPN? А, ну, VPN. VPN просто скачиваешь, устанавливаешь, запускаешь... То есть, приложение на телефоне? Да, на телефоне, на компьютере. Вот, какие вот, у меня VPN стоит бобер, снейк и 4 однерки VPN на телефоне. На компе у меня VPN-ов нету, потому что я в основном не сижу на компе в интернете. Ну, в принципе, те же самые, они работают и на компах. То есть, там выбираешь какую-либо страну, кроме России. Угу. Про Белоруссию я, кстати, не знаю. Ну, да. Мне кажется... Ну, кого бы. Ну, если вы смотрите из Белоруссии и у вас идет реклама, значит, все нормально. Если реклама... Ну, для нас нормально. Ну, в смысле, нормально. Ну, как во всем мире. Вот. А если рекламы нет, значит, вы из России. Вот. А, конечно... Раньше платили деньги, чтоб не было рекламы, а сейчас просто так нет рекламы. Ну, я думаю, многие, конечно, довольны. Это удобно без рекламы смотреть, с одной стороны. Но если вы вот именно спрашиваете про нашу монетизацию, как нам, нам никак. И если... Ну, подожди. Ну, мы на всякий случай оставили реквизиты карты возле каждого видео. Под каждым видео. Да, под каждым видео. Также в описании канала. Можете на развитие покидать по 5 рублей. Да, аж мелочи, приятно. Если по тысяче. По 5 рублей. Ну, ты просто говоришь, когда рублей, типа, типа, у меня есть рубль, это значит тысяча. Да. Это новый молодежный слог. Также я как-то Иринку попросил, типа, давай это мне, на картинг, типа, пусть задонатят немного, а то мне жалко уже идти на картинг. И, короче, у меня уже, ну, были донаты нам, пару штук, и на картинг мне закидывали. Спасибо большое. Так что сразу скажу, и на картинг, и не только на картинг, поэтому всем, конечно, заодно скажу спасибо, раз уж вопрос про монетизацию, про ВПН. Ну, в общем, ВПН, вы там выбираете любую страну и смотрите, ну, я вроде как все сказала, да? Ну. По этому поводу. Да, значит, не обязательно, можно просто смотреть. Мы просто шутим. Да, можно лайков поддержать. Да, но если вы, конечно, хотите и задаете такой вопрос, то это похвально. Думаю, это о нашем заработке. Также, наверное, к монетизации, к любому доходу в Ютубе, ну, раз уж зашла такая тема, про сотрудничество. Приходит очень много писем про сотрудничество. Многие предлагают рекламировать товары или ставить какой-то ролик. Ну, я как-то, ну, во-первых, это занимает очень много времени. Если я каждое сейчас письмо перечитаю, с каждым продуктом ознакомлюсь, на это уйдут прям дни. Ну, то есть, их действительно предложений много. Я посоветовалась с Колей, он говорит, пока не бери, мы еще совсем маленькие. Как-то, ну, как-то кажется, что на таком маленьком... Да, и продукцию рекламировать, с которой мы не знакомы как-то. Ну, в смысле, тестировать. Там очень разные предложения есть. Но, элементарно, вот, да, в России же сейчас нет рекламы. То есть, многие смотрят без рекламы. И есть такие предложения, как, допустим, включить трехминутный ролик, видео. Ну, просто. Ну, то есть, ну, просто включить. То есть, я его туда вмонтирую. Это будет как бы реклама. И, возможно, будет какой-то мне доход от этого. Но я не знаю, как наши зрители к этому отнесутся. Ну, поэтому, да, мы... Мы пока не знаем, как вы к этому отнесетесь. И мы считаем, что мы слишком маленькие и не заслуживаем такой чести. Да. Как-то так. И рекламировать незнакомые продукты как-то не очень хорошо. Нет, так ты же их тестируешь. А, ну... Ты же не знаешь, что... Я все жду еще MSI. Допустим, пылесос я бы с радостью протестировала. Да, ты бы ноутбуки, что-нибудь вот такое. Ну, видишь, у нас видео не такие. Если бы у меня была чистая уборка, мне бы что-нибудь такое присылали. Если бы у тебя был компьютерный канал, тебе бы железо присылали. А, нет. Ну, все-таки... Предложения, конечно, есть. Ну, во-первых, занимают много времени. Много предложений бартером. То есть, мы вам это... Вы протестируете, скажете свое мнение. Ну, на это тоже уйдет очень много времени. Пересылки, сговоры, монтирование. Ну, это все очень долго. И плюс это бесплатно. То есть, бартер – это бесплатно. Это тебе товар, а ты просто рекламируешь. Поэтому сотрудничество... Ну, а как, в принципе, ролик включить – это просто. Но как отнесутся к этому зрители, я не знаю. Так что пока мы не думаем об этом. Я рассказала о всех тонкостях вообще. Да. Что сейчас происходит в нашей жизни. И с монетизацией вообще в России, кто не знал. И с сотрудничеством. Вот так вот обстоят дела. Пока что мы такие. Ну, да. Амебные. И ничем особо не занимаемся. Многие каналы, я слышал, закрылись небольшие. Ну, типа, все равно никакой доход не получаем. Типа... Да, но я не вижу смысла по этому поводу ныть. Потому что мы все равно ничего не изменим. Да. То есть, как есть, так есть. И нет смысла ныть. Ну, если вот есть вопрос, кто-то хочет включить VPN, то пожалуйста. Ну, вообще-то, все сейчас, наверное, пользуются из России. Очень многие. Потому что в Instagram не зайти. Instagram же только через VPN. Ну, и вот на YouTube. Короче, легко понять, идет от вас монетизация или нет. Если у вас есть реклама, значит все нормально. Если нет, значит нет. Вот. Ну, я понимаю, что в России сейчас проще без рекламы. Многие даже обрадовались. На работе, пацаны, у меня так точно. Да? Да. Они же целыми днями YouTube смотрят. И что, они не хотят никого отблагодарить? Нет. Может, они посылают деньги на карту? Вот что, у них денег постоянно нет. Точно. Ой, ладно, короче. Мне кажется, мы не про что не забыли сказать, да? Так что, вопросы можете задавать. Будем отвечать в конце каждого видео на вопросы. Да. Ну, здесь всего три, потому что они обширные. И мне хотелось рассказать прям все. Мне кажется, мой на все ответил. Угу. Так что, я сейчас занимаюсь кардио-тренировками на беговой дорожке. И мне сегодня еще надо позаниматься. Молодец. Молодец. А мне повис арбуз. И полежать. И полежать. Так что, вроде как мы все сказали. Будем с вами прощаться. Ждем от вас новых вопросов. Спасибо вам за просмотры. И всем пока-пока. Пока.